Три минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте! Сегодня в программе будем разбирать вопрос о самовольном занятии земельного участка и его последствиях. На эту тему будем говорить с экспертом программы, заместителем начальника землестроительной службы Гомельского облсполкома Сергеем Карпушенко. Сергей Владимирович, здравствуйте! Добрый день, Екатерина! Вам слово. Наверное, нужно рассказать нашим зрителям о самовольном занятии земельного участка и последствиям совершения этого административного правонарушения, так как зачастую люди не всегда понимают, каким последствиям может привести, казалось бы, безобидное действие. Все чаще мы сталкиваемся с обращениями граждан, когда и юридических лиц, когда граждане или юридические лица просят решить вопрос. Получилось так, что по каким-то причинам самовольно был занят земельный участок. На нем, как правило, возведена постройка, то ли это хозяйственная постройка, то ли это навес. И в данном случае законодательство требует исключительно произвести снос такой постройки. Казалось бы, затрачены деньги, затрачен труд, а последствия неотратимы. Участок будет такой изъят, будет снесена постройка, даже если в последующем будет возможность предоставить такой земельный участок непосредственно этому гражданину или этому юридическому лицу. К сожалению, законодательство не предусматривает другого пути решения данного вопроса. Кроме того, последствиями самовольного занятия земельного участка можно назвать такие последствия, как взымание земельного налога, или если вы уплачиваете арендную плату, то арендной платы в десятикратном размере за весь период использования такого земельного участка. В последнее время участились случаи, и особенно это важно, наверное, для города Гомеля, когда сумма такого земельного налога значительно превышает сами санкции штрафные по данному административному правонарушению и становится практически для некоторых людей или некоторых юрлиц очень серьезным препятствием в дальнейшем развитии или создают непреодолимые жизненные ситуации. Повторное занятие земельного участка в течение года влечет в том числе и уголовную ответственность. Чаще всего мы сталкиваемся с таким объяснением причин самовольного занятия, как граждане рассказывают, что рядом с их принадлежащим им земельным участком была свалка. Земля не использовалась, заросала сорняками и кустами. Гражданин очистил этот участок от древесно-кустарниковой растительности, разобрал свалку, постепенно огородил, возвел там какую-то постройку и начал использовать для сельхозцелей. Казалось бы, все сделано на благо и для создания красоты. Вместе с тем, такие действия тоже могут быть протрактованы как самовольное занятие земельного участка. И, конечно, будет обидно, когда человеку помимо штрафа еще применяются санкции. Ну и самое главное, что все то, что человек создал на таком участке, будет, по сути, снесено. Поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, мы предлагаем обратиться все-таки в местный орган власти, который уполномочен решать эти вопросы. Там вам им подскажут и расскажут, можно сделать и получить этот земельный участок, возвести на нем постройки. Может быть, можно просто благоустроить его и, в общем-то, наслаждаться той красотой или результатом своего труда. Спасибо, Сергей Владимирович. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова